хоба привет с вами доктор влад ребят новостей нету вот знаете я вот ковырялся ковырялся в интернете ну ничего таких особых каких-то нету да вот а просто выковыривать говорить ни о чем мне неохота вы лучше посмотрите тогда у меня жена я уже говорил а у нее был круиз там в канаде да и вот она по к вебеку ходит и все показывает уже не за автобуса а так вот уже на земле как говорится да а я с вами попрощаюсь до завтра завтра с самого начала будут интересные вещи оказывается у нас среди наших зрителей если одна очень очень сильная женщина которая схватывается там с полицией в общем я всю историю эту расскажу примут завтра с этого и начну сейчас но просто не буду потому что но все таки там нужно кое-что рассказывать вот вот какие у нас замечательные личности среди среди нашего коллектива всего хорошего смотрите статья ну пока с вами доктор влад вот узкая улочка это старый город к вебеку мы продолжаем экскурсию вот вот как симпатично видите какая симпатичная улочка мы хотим пойти мы хотим пойти туда вот на фуникулер там подняться наверх здесь вот продаются всякий магазин продается и вот все 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 надписи на французском языке вот какая симпатичная улочка просто прелесть лесенки какие чтобы в магазинчик зайти вот хорошие эти от дождя висят вот фуникулери тоже по-французски вот такой домик симпатичный вот я поэтому туда и пошла ну как красиво у них как раз сейчас только-только цветут тюльпаны и красивые тюльпаны и вот какой-то такой памятник и вот туда улочка симпатичная симпатичная фуникулер поехал наверх вон там остановка вот маленький фуникулер чик совсем там буквально несколько человек помещается рисовала гирлянда из цветочных горшков всего-навсего посмотрите как красиво смотрится вообще они мастера на все руки и очень много зелени везде бонжур а здесь вообще положили хворост и лампочки вот и все здесь какие-то воткнули эти короче какая симпатичная хрюшка и вот здесь тоже эмблема хрюшки если вы обратите внимание поверим здесь по-французски написано но по-видимому это название именно хрюшки вон дети там фотографируются здесь дядя играет на гитаре очень интересно тоже сделал дизайн место отдыха и кафешка просто сейчас стулья собрали потому что дождик и не все могут здесь сидеть очень симпатично скажем так здесь сувенирные лампочки внизу и наверху вот там была хрюшка здесь вон овечки если вы видите вот овечка 1 и вот две овечки 2 и вот тоже просто так из ничего а очень симпатичная не горшок а просто так вот там голубая витрина все в голубом а здесь черно-красная все полосатая вот тоже видите как дома раскрашивают вот там наверху по-видимому тоже живут поэтому там такие решеточки сделано чтобы никто не выпал красное яблочко или что это ой какая узкая туда это вон там вид видна река и вот узкая лесенка такая симпатичная туда проход можно приближаемся к тем самым зонтиком которые видели раньше о май гад как здесь красиво все в зелени а вот лама это лама здесь наверно альпака да здесь продают все из нее вот видите как дом завился клещом но этого им показалось мало они еще сделали здесь такое вот но очень интересно посмотрите как они украсили интересно это искусственно это не натуральный но очень красиво сделано патичные хрюшки здесь там не только хрюшки там разные другие зверюшки здесь вообще из металла сделаны сейчас зайдем вовнутрь посмотрим это витрина очень интересная вещь и там о какие птички вон какие птички красивые видите как интересно сделаны браслеты это все ручная работа а там броши тоже интересная здесь вот еще на нижней полке там другие там другое свинство вон они какие красивые ой какие красивые посмотрите о май гад значит год свиньи видите у них даже здесь вот витрины витрины это кафешка вот кстати здесь очень симпатично сделано вот эти штучки ну стульчики столики собрали потому что дождь и там он хрюшки свинюшки вон они потому что год свиньи ну вот здесь очень тоже красиво посмотрим что здесь они предлагают ну там это ну здесь всякие витрина со всякими так сказать забавами о русские матрешки русские матрешки русские матрешки и вокруг и вот тут кафешка вот и он те же самые зонтики только другого ракурса очень красивые дома там без кафе о это что такое а сейчас очень прохладно и вот они здесь это самое это такой обогреватель видите газовый вон там какие красивые домики это обогреватель уличная да но они идут я не могу с фотографией снять вот какой красивый воду володя потом вырежет он там огонь выходит такая высота страны еще один вот он это бестро сапристи и бар называется наполеон это такой уличный обогреватель чтобы люди которые там сидят чтобы уже поближе мы подошли к этим зонтиков и к тем и другим вот очень 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 красиво